Мне доверили место пилота. Не ругайся при детях. Так, надо закрутить эти гаечки. Вот так это живем. И еще и обзываются. Вот. Вентилятора. Это что, близнецы? Это задница. Сам ты задница. Это вышеньки. Вот, поцелуйчики. Жрища несусветная сегодня. Помидорчики стоят, как штык. Вышли пивуни. Куда? Куда в Шкоду? Куда в Шкоду? Вишни-терешни. С земли подбирают. Погуляйте. Погуляйте. Солнце на заход. Певица. Есть тут одна пивуня. К ней подходишь, она все время приседает. Поливаю по несколько раз в день. Горит все. Ночью вроде дождь был. Ну, это он странный. Странный дождь. Погремело. Погремело. Полило немножко. Вышли утром все сухое. Все сухое. И все варится. Нам не вгодишь. Нам то холодно плохо, то дождь плохо, то жарко плохо. Вчера ехали на автобусе мимо озера. Пляжники уже купаются. Ну, ночи ж холодные были. Озера наши еще не прогрелись. Но сезон уже открыли люди. В квартирах не посидишь. Теперь лишний раз кондиционер не включишь. С такой ценой на свет. Это ж вообще... Саша, я тебе что сказала? Что? Под смородину их загони. У нас сегодня походные условия. Учимся экономить электроэнергию. Чай у нас сегодня из самовара с бузиной. Не хочу ставить на стол. Он еще кипит. Мы еще будем воду кипяченую сливать. Питьевая, чтоб было. Наконец-то жаркое солнце ушло. Ветер перестал. Снова день такой насыщенный. В доме душно, жарко. Кондиционер не включаем. Пока можно терпеть. До 30 градусов в доме. Потерпим. Вот. Все. Кстати, это посуда славянского керамического цеха. Я уже сколько завариваю чай. Ничего здесь не лопнуло, не треснуло. И вот эти вот чашки тоже. Мне просто... Кто-то комментарий написал. Сколько у вас посуды в Славянске не покупали, хуже китайской. Все выбрасывается. Ну, не знаю. Ну, лазурь, конечно, уже... Тоже лет 5 я их в них заваривала. А лазурь потрескалась. Чайник целый. Чашки целые. Ты слышал такое, чтоб у нас чашки лопались, только кипяток нальют? Не слышал. Стекло лопает, а глина не лопает. Я не знаю, где они в Урале. Вот и пьяная вишня сегодня. Вчера дело не дошло до пьяной вишни. Закончилось другим делом. Вчера очередь не дошла до этой пьяной вишни. Все вкусно истаивается. Даже солнышко спряталось. И небо такое бесподобное. Ну, не знаю, к дождю или не к дождю. Вчера... Вчера все было к дождю. И сколько того было? Минут двадцать. Ливень прошел и сухо все равно. Сегодня все дети получили наши посылки с вишнями, с черешнями. Наелись. Никита говорит, даже наморозить можно. Такое количество. Все не съедим. Пусть едят. Я бы еще выслала. Мы сами не осилим. Варенье не будем варить. Детям удовольствие. Внучка тоже довольная. Я там в конце, в конце своего ролика добавлю кадры дегустации черешни. Вот на что похожи эти сегодня облака. У меня одна есть мысль. Какие мысли у вас? Всем хорошего и спокойного вечера. Тихой, доброй ночи. И удачной недели. Сегодня аж воскресенье. Суббота. Какая суббота? Садись. Хорошей недели. Похожа на вишню. Не отличит червята, парыша, вишню от черешни. Целый ящик. Пять килограмм черешни. Охренеть. Нажеремся, будем какой-то толстый кот. Несите еще черешни. Ничего. Мы сможем сделать чудо творожок. А зачем вам столько вишни и черешни? Я шлина подтекла по бороде. Ёкараны бабай. Тут и брак. Брак. Нет, не брак. Наши светится. Иди ко мне, а то папа с ножом ходит по двору. Наши пирожные порезать. Капец. Капец. Чай настоялся. Я же вам не пожелала приятного аппетита. Ну как я могу? Покушать мы покушали. Без приятного аппетита. Танька, Танька. И пироженки. Пахнет пьяной вишней. Пьяная вишня. Пьяная, пьянка. Пьянка в украинском. Ой, это что? Через верх. Не спеши. Не спешу. Чай с бузиной. Ой. Это такое... Такое зелье. Почитайте в гугле. Там, я не знаю даже каких болячек нет. Нет. Нельзя такое говорить. Мы сегодня пьем для удовольствия чай. Не для каких-то там других целей. Пахнет умопомрачительно. Саша смеется. Глаза блестят. Главное, что глаза блестят. Всем, кто сейчас ужинает. Кто чаевничает. Всем приятного аппетита. Это место посткриптума.